Значит, во-вторых, будем говорить с вами про, еще два слова скажу про роботорговлю. Дело в том, что в разных странах подвозь по-разному, и в прошлый раз я вам не успел сказать. Есть такая страна Доминика, не путать с Доминиканой, это разные страны. Доминиканская республика находится вот здесь, на том же острове, что и Гаити, а Доминика находится восточнее. Но, тем не менее, Доминика существует, и вот Доминика интересна тем, что после того, как отменили там рабство, это была единственная страна в Британской империи, бывшей, где африканское большинство сумело добиться большинства в парламенте. Вот, ну и, что характерно, многие из этих самых парламентариев были не просто там бывшие рабы Николани Двора, да, это были люди, которые имели определенное какое-то хозяйство, вот оно, конечно, сельское. Вот, и заняли, как я уже сказал, после отмены рабства, довольно важное место в политике. Правда, потом, помаленьку, это дело британцы попытались гармонизировать, ну, прежде всего, в интересах белого населения. Но, тем не менее, вот эта вот дата вам еще раз напоминает о другом моменте, который я вам говорил, что в британских колониях рабство было отменено в 34-м году, да, в 38-м году это уже созыв парламента и попадание в него чернокожих, а рабство отменено в 34-м, при том, что в Штатах рабство отменено на 30 лет позже. 30 лет это много, и помните, я вам говорил о том, что потомки мигрантов из Карибского бассейна, они составляют среди, ну, скажем так, чернокожих в эстеблишменте Соединенных Штатов очень значительную часть. Вот этот люфт в 30 лет, он оказался решающим, вот, и поэтому выходцы из Карибских стран, хотя эти сами Карибские страны гораздо менее влиятельные и гораздо, ну, и по населению, и хоть почему, они совершенно не идут в сравнение с Соединенными Штатами, вот, тем не менее, африканцы там, ну, потомки африканцев, правильнее сказать, то, что здесь вот статьи в Википедии их называют прям африканцами, ну, это не совсем точно, лучше уж, тем более, что африканец это термин сугубо географический, египтянин он тоже африканец, вот, хотя и не черный, поэтому правильнее их называть потомками, Кариба африканцами или какими-нибудь потомками африканцев, чернокожими, но, собственно, африканцами вряд ли. Ну, так или иначе, потомки чернокожего населения из британских бывших колоний, они довольно заметное влияние оказали на Соединенные Штаты и оказывают. Вот Кандализа Райс, насколько я помню, она, по-моему, из как раз потомков карибских вот этих самых негров. Могу ошибаться, но, по-моему, она среди прочих. Идем дальше. Дальше два слова в продолжении этой темы, чтобы, что называется, история в лицах, про Гаити. Мы с вами говорили в двух словах о том, что в Африке к 19 веку, ну, и сейчас будем подробно про это говорить, шел процесс разделения ее на сферы влияния, на колониальные империи, а вот в новом свете уже начиналось даже в некоторых случаях освобождение. И одной из первых стран, которая имела преимущественно чернокожее население с одной стороны, а с другой стороны освободилась, стала Гаити. Иногда, когда страны заканчивались в нашем замечательном предмете, я давал Гаити в качестве страны, почему? Ну, и Гаити, и Гаяну. Потому что это страны хоть и в новом свете, но в Гаяне значительная часть населения это индейцы до половины, а Гаити это страна, ну, фактически в новом свете, да, на островах, но тем не менее, у которой население в значительной степени это у нас чернокожие. Ну вот, знаковая фигура политики гаитянской, такая мрачная знаковая фигура, это Франсуа Дювалье, более известный как Папа Док, диктатор, который правил Гаити довольно долго, но по длительности правления-то он как раз не так, чтобы очень выдающийся, но то, как его правление было обставлено, вот это да. Дело в том, что Дювалье довольно активно, во-первых, он действительно имел статус доктора, поэтому он свое вот это в народе прозвище Папа Док довольно активно поддерживал, но, кроме этого, он даже в местном культе Вуду, а прошлый раз мы с вами говорили, что Вуду это такой причудливый микс из африканских верований и католицизма, ну, и таких каких-то веяний, ну, таких параевропейских, назовем это так, парахристианских и так далее. Так вот, в сущности, Папа Док как раз играл и на этом, вот, пытался представить, особенно в глазах не самого такого продвинутого населения, себя шаманом, который повелевает всеми этими духами Лоа, вот, хотя, в общем, сам-то он был по происхождению из вполне образованной семьи, вот, у него были учителя в качестве родителей, да, и так далее. Это было достаточно серьезно. Вот, ну, и потом он стал президентом, вот, был у власти. Не сказать, чтобы Гаити при нем сильно расцвело, вот, при нем существовали так называемые Тантон-Макуты, вот, слово нарицательное, ну, особенно среди образованной части населения, мирового имеется в виду. Вот, Тантон-Макуты, это, собственно говоря, такие вот подразделения, парамилитарные отчасти, которые поддерживали как раз Дювалье, да, и они как раз тоже сами по себе были детищем этой эпохи. Они практиковали вуду, вот, расправлялись неугодными, ну, и насколько я представляю, название, да, вот, название происходит от гаитянского мифа о дяде Тон-Тон, который похищает и наказывает непослушных детей, запихивая их в мешок и затем съедая дядюшка с жутовым мешком. Вот, также связано с вудуистским зомби, ну, вудуистский зомби, кто не знает, это не совсем зомби из фильмов, ну, по крайней мере, современных, это не совсем оживший мертвец, это, скорее, такой очень загипнотизированный, глубоко загипнотизированный, скажем так, человек на грани жизни и смерти, но все-таки, скорее, живой, который как раз выполняет приказы всяких разных колдунов. Вот, и как раз Тонтон Макуты, вот эти дядюшки с мешками, наводили жуть на гаити, как раз при Дюалье, которого и прозывали Папа Дог, ну, и его сыне, которого прозвали Бэйби Дог. Вот, ну, правление Бэйби Дог, кстати, наш с вами старший современник, он помер сравнительно недавно, в 14-м году, однако власти лишился гораздо раньше, в 86-м. Правил, кстати, по длине практически как Папаня, в какой-то степени это было, что называется, по накатанной, да, по инерции, ну, и в конце концов, все-таки, была его власть прекращена. Вот, так что интересно и сложна судьба вот этого вот чернокожего населения на территории, где ему удалось в итоге освободиться и начать собственное политическое строительство. И сама, сами социально-политические процессы в регионе, они тоже довольно специфичны, своеобразны и так далее. А тут у нас франкофонная часть есть, ведь, на лекции. Эй-эй, французский кто-нибудь учит? Да. Ну вот, имейте в виду, что на базе французского на территории Гаити сложился так называемый гаитянский креольский язык, который, в общем-то, близок к французскому, однако он немножко архаичен, вот, потому как базируется скорее на лексике французской, не современного французского, а французского эпохи, ну, скажем так, 18-го века, ну, к концу которого, к началу 19-го Гаити независимость обрела, да, республика Гаити, остров Гаити тогда обрел. Ну, Гаити это остров, но республика Гаити занимает лишь полострова, бывшую французскую половину. Вот, и он довольно своеобразный, он развивался в какой-то степени автономно от литературного французского, хотя и, естественно, не полностью изолированным. Вот, такие истории бывают, когда из одного корня, в силу разных причин, начинают развиваться несколько языков. Вот, допустим, в Приазовье живут греки, которые именуются румеями, вот, и, ну, румеи это вот ромеи, самоназвание римляне, название, самоназвание византийцы. Ну, вот, румейский язык, он довольно далек от современного греческого, потому что, имея одну практически средневековую основу, они в разные стороны пошли и довольно сильно разошлись. Что же касается лексики французской и гаитянской, креольской, то тут, конечно, разрыв в 200 с небольшим лет, это не так много, но, тем не менее, определенное влияние есть. Вот, язык в безопасности. Определенное различие между французским и гаитянским есть, ну, даже в, по крайней мере, в правописании. Кому интересно, кстати, вот, в франкофонной части, на заметку, если бы я учил французский, я бы с огромным удовольствием погрузился при написании ВКР в дела вот эти все карибские или еще какие-то колониальные. Почему? Потому что про них у нас, по крайней мере, в рамках ВУЗа мало кто что пишет, а в мире-то пишут, вот, и будет интересно и здорово. Чем мусолить в очередной раз, там, французскую политику в метрополии, по-моему, изучать всякие дела более экзотические, оно иногда более интересно и даже более выигрышно с позиции оригинальности исследования. А то знаете, в какую беду вляпался певец-шаман? Слышали? Ну, да, что у него там нашли большой-большой плагиат. Правда, честно говоря, ну, если бы шаман был политик или был большой интеллектуал, ну, ок, как бы, это была бы серьезная претензия. А то, что называется, мы никак не могли догадаться, что наши всякие звезды шоу-бизнеса, неважно, поют, что они, там, меня милый разлюбил, или, там, я русский, или я еще кто-нибудь, или я рэпер, неважно, вот. Ну, то есть, если бы мне сказали, что Тимати, там, купил свой диплом в универе, если он у него вообще учился, ну, я бы сказал, ну, ок. То есть, как-то образ шамана у меня не ассоциировался с какими-то глубокими изыскательскими способностями, поэтому и удар по его репутации для меня в виде плагиата его диплома, это не так страшно. Ну, и, кстати говоря, имейте в виду, что плагиат тоже это такая интересная вещь в том отношении, что там ведь список литературы, особенно если какая-нибудь расхожая тема, он может реально вам очень подпортить общую статистику, и там приходится делать выписку, что вот эта часть уходит на список литературы. Ну, может, шаман и правда что содрал, но вы-то не поете, я русский, поэтому вам надо писать хороший диплом. Вот, вы на песенках выехать не можете, поэтому вот пишите про что-нибудь содержательное. Тем более, небольшой лайфхак, переводы с иностранных языков, короче, плагиат с иностранного языка в ВКР никто не высматривает, но особенно если это все переосмысленно, переработано в какой-то степени. Так что, что называется, как выживать в серой зоне, вот, пожалуйста, переводы, ваше все. Ну, а мы уходим назад в Африку, то есть мы с вами закончили так более-менее логически историю про то, как складывалось житье-бытье вот этих вот всяких групп населения африканского, которое сюда попало через работорговлю. В прошлый раз говорили с вами про треугольник между Новым Светом, Африкой и Европой. Ну, а теперь пойдем в Африку дальше. Смотря на все вот эти вот мои рассказы про Дагомею и про прочие радости, надо признать, что, в общем-то, европейцы карту Африки себе представляли довольно туговасто, до практически середины 19 века. Дело в том, что, да, тот же самый Магеллан, кто не помнит, значит, знаменитый человек, Магеллан, да, что такое-то, что-то у меня... клавиши не пропечатываются. Магеллан, значит, Фернан он. Ну, просто привык, что он Эрнан, а он Фернан, ну, или Эрнандо. Вот, Фернанд, Фернандо, Эрнан, Эф, как вы знаете, может читаться, может не читаться. Тут еще прикол в том, что сам по себе Магеллан по национальности был португальцем, но плавал в основном под испанским флагом. Поэтому, ну, а испанский и португальский, как вы знаете, по прононсу несколько отличаются. Так или иначе, наш великий и ужасный Магеллан совершил свою кругосветку. И кругосветка Магеллана, с какой позиции она нам интересна, с той, что вот как раз он более-менее установил границу Африки. Ну, или, по крайней мере, до каких пор по оси север-юг она простирается. То есть, скажем так, понять общее очертание Африки удалось еще в 16 веке. Ну, это давно, как вы понимаете. Собственно, кругосветное путешествие Магеллана произошло там буквально через 30 лет после, даже чуть меньше, после формального открытия Америки нашим замечательным Колумбом. Но Магеллан, кстати, очень много сделал и для того, чтобы понять вообще ту самую, как она называется-то, очертания, в общем, Южной Америки тоже. Вот. А потом уже после его гибели пришлось возвращаться его спутникам. Вот. И как раз вдоль Африки они проскочили. Но штука в том, что внутренние районы Африки, они были изучены, мягко говоря, на букву Х. Вот. И не подумайте, что это слово «хорошо». А имеется в виду слово «худо». Плохо они были откровенно изучены. И когда уже в 19 веке первопроходцы, ну, в значительной степени британцы, ходили внутрь, они, соответственно, пытались там каким-то образом нанести это все на карты и так далее. Открытие внутренних районов какого-нибудь там озера Виктория, например, и так далее, они... Ну, это все скорее относится именно к веку уже 19-му. Что касается опять же персоналей, то у нас был такой путешественник Ливингстон, который, например, в 1855 году открыл водопад Виктория. Почему там все Виктория, что называется, ну, я думаю, объяснять не надо. Если кому надо, то была такая, как ее прозвали бабушка всей Европы, королева Виктория. И вот королева Виктория, она была очень важной дамой в истории Британии. Викторианская эпоха, это, в общем, по многим параметрам эпоха рассвета британской короны. То есть, это вторая половина 19-го века, ну, и последняя... В общем-то, последняя волна, взмывшая вверх и поднявшая на себе Британию как мировую державу, так вот пафосно я выражусь. Суть в том, что при Виктории, которая прожила, как видите, достаточно долгую жизнь, ну, не запредельно долгую, но 80 с лишним лет, 82 года, это неплохо, особенно для того времени. И Викторианская империя была очень велика. Она превосходила по многим параметрам, даже, по крайней мере, по населению так точно, нашу родимую Русь-матушку. Ну, прежде всего, благодаря, как вы думаете, какой территории по населению они Россию превосходили? Индии? Конечно. Вы абсолютно правы. Британская империя при Виктории превосходила нашу страну, хотя уже была потеряна Британия, например, ой, Британия, господи, простите, Америка, естественно. Была потеряна там Америка уже давно к тому времени, но Индия продолжала оставаться жемчужиной в короне Британской империи, здесь сейчас карта как-то пойдет. Вот, но еще ее шибко любили и уважали за то, что она была родственницей огромного количества всяких разных монархов, потому что на самом деле внутренние вот эти взаимодействия обидно, однако. Карту хочу, карту. ну вот, например, такая карта, ну, примерно, по крайней мере, соответствующая истине, видите, контроль над заметной частью территории Африки, Австралия, Новой Зеландии, часть Юго-Восточной Азии, Индия в широком смысле, да, с Пакистаном, Бангладеш, Бирмой и так далее. То есть, ну, Гаяна, Карибские острова, Белиз, Канада и так далее. Ну, Ньюфаундленд, кстати, от Канады периодически отдельно был. Вот, а Гонконг, ну, Гонконг, он по площади все-таки небольшой, в общем, большая империя, обширные родственные связи, не сказать, чтобы там, может быть, все было так абсолютно безоблачно, потому что викторианская же эпоха подарила нам одно из величайших произведений девятнадцатого века о мальчике-сироте. Это какое произведение? Приключение Оливера Твиста, не учи. Приключение Оливера Твиста, произведение достаточно сильное, уж по крайней мере, тем, кто тем, кто специализируется на политике европейской, атласаксонской, читать обязательно, если кто-то в школе провтыкал чтение приключения Оливера Твиста, очень даже советуется. Книжка довольно тяжелая, ну, как тяжелая, она не то, чтобы тяжелая по-своему слогу, и там нету, может быть, смакования каких-то страшных подробностей, но проблема в том, как у какого-нибудь Никночь упомянутого Сорокина, но просто житуха в этой самой викторианской Англии была у простого народа грустная весьма, и поэтому, собственно говоря, описывая вот эти вот реалии, ну, начало правления, так сказать, Виктории отчасти, ну, там, собственно, написано она была немножко пораньше, может быть, чем викторианскую эпоху классическую можно озаглавить, но за последующее правление мало чего изменилось, ну, видите, Виктория правила с 37-го, примерно в это же время выходит и книга, но за последующее время лучше особенно не стало, вот, это я к тому, что вот в эту эпоху популярная была история обзывает все Виктория, и вот Дэвид Ливингстон, вот, британский путешественник, такой, видите, суровый мужчина, ну, в общем, понятно, что блуждание по Африке, оно не способствовало особенно там красивому красоте там и гладкой кожи, да, там все-таки сложности было много и солнце активное, но он за собой следил, это был человек выдающийся, и вот он много куда вышел, в том числе к водопаду Виктория, вот, как видите, человек был разносторонний и, главное, очень храбрый, потому как в 53-м году, 1853 год, он сказал, я открою Африку или погибну, ну, что характерно, он прожил еще 20 лет после этой фразы, хотя умер он реально в Замбии, да, на территории Африки, вот, наш достопочтенный Левинстон открыл водопад Виктория, чем нам интересен водопад Виктория, так это тем, что он более-менее внутри уже Африки, это граница Замбии и Зимбабве, то есть, это такая нормальная уже внутренняя Африка, район ближе к югу, внимание, вопрос к вам, мои дорогие друзья, как вы думаете, что, помимо отсутствия дорог, сильно усложняло проникновение европейцев внутрь, то есть, во время работорговли, например, они там в 18 веке, они же натягали такое большое количество негров на ту же Гаити, не через телепорт, да, в основном они открывали факторию вдоль побережьей, ну, прежде всего, западного побережья, потому что тут Новый Свет как раз рядом, треугольничек, про который я вам говорил, и, ну, собственно, местные им рабов и продавали, а внутрь они сильно не лезли. Как вы, одна понятна, что причина там отсутствия дорог, это все понятно, да, но ко времени Левинстона как раз особо дороги-то не появились, а вот как вы думаете, какие, какая проблема была очень важной для европейцев до 19 века, которая очень усложняла продвижение внутрь, вглубь Африки. Ну, какие-то дикие племена непосредственно внутри Африки. А племена, ладно, как бы, ружье помогало. Кто? Может, был риск заражения какими-то молодежными. Правильно, да. Дело в том, что если вооружен, ну, то есть, продвигаться по Африке с точки зрения сложностей там климатических и не очень радушного местного населения, ну, поймайте, наши еще в 16 веке, ну, в 16-м Ермак и дальше там в 17-м всю Сибирь освоили. А Сибирь, она холодная и население местное там тоже через раз было готово идти на какой-то диалог и компромисс. Тут была проблема, вы совершенно правы, в появлении незнакомых для европейцев болезней. Ну, или мало знакомых. малярия, тропическая лихорадка, сонная болезнь, вызываемая мухой ЦЦ. Ну, короче говоря, куча-куча-куча всяких болячек, которые до 19 века лечились никак абсолютно. Вот. Ну, и человек, если выживал, то в силу своего какого-то неюжного просто иммунитета. А вот к 19 века наука она скакнула вперед. Допустим, все более становится популярным хинин, ну, или хина. Изначально это хинное дерево, вот, кора хинного дерева, она начала применяться как малярия, ой, как средство от малярии. Знать-то о нем знали еще испанцы, но, так сказать, с научной точки зрения это осознать и как-то внедрить в массовое потребление удалось только в веки, скорее, ну, к концу 18-го, а уже толком в 19-м. Как вы видите, только в 1853 году, как раз, когда Левинстон произносил свое знаменитое, что он собирается умереть или Африку разведать, вот как раз в это время Пол Брике написал краткую историю и обсуждение литературы по хинину. Вот, так что хинин это хорошо. Ну, и вот, как раз хинин, как вы видите, это прям себе зафиксировано, ну, про хинин не обязательно, но напишите, что как раз прозвище могила белого человека для Африки, оно родилось именно из-за того, что болячки всякие, европейцам незнакомые, дико косили их там. Как равно, вы знаете, наверное, что африканцы, ну, в меньшей степени, а вот индейцы, умерли страшно от европейских болезней, вот, похожая история была с европейцами в Африке. В отличие от Нового Света, конечно, обмен какой-то там генами и болячками с Африкой у Европы исторически был, но он был такой очень-очень вялый, потому что, да, какого-то моря-океана необъятного там, конечно, нету, но, как в Новом Свете, но у европейцев, там, со времен греков каких-нибудь, да и раньше даже, была связь с Северной Африкой, а вот глубинные районы Африки, они были отделены от Северной Африки, ну и, в принципе, так сказать, вот этот вот обмен болезнями, обмен генами, он был затруднен. Ну вот, с помощью хины, хинина, удалось решить проблему, ну и, по крайней мере, не то, что решить, потому что маляреи болеют до сих пор, ну и, как я, по крайней мере, читал, лечение хины, оно тоже не без побочек, но, тем не менее, лучше побочий, чем дать дубаря от малярии, ну и малярия начала более-менее как-то хотя бы лечиться, и народ, тем более, я вам показал, что жизнь в викторианскую эпоху была вообще не сахар для многих, особенно для простого народа, поэтому люди были более такие, может быть, философские настроенные в этом отношении, и помереть там 40 лет было, в общем, наверное, не так удивительно, как сейчас, ну, Левенсон прожил, правда, 60, но 60 лет, смерть в 60 лет сейчас считается скорее нонсенсом, ну или, по крайней мере, преждевременный, вот, нормально считается умереть там лет в 70-75, Левенсон умер в 60, но многие и раньше, так что, благодаря вот этим вот могучим дядькам, в 19 веке, во второй его половине, благодаря замечательным всяким фармацевтическим прорывам, удалось начать движение, уверенное вглубь Африки. Тут еще важный момент, что произошел такой, некий глобальный сдвиг. Почему? Ну, до этого не лезли, опять же, повторюсь, из-за проблем с болезнями, но не только. В принципе, основой, так сказать, для освоения был новый свет. и поэтому большого экономического какого-то, ну, что ли, Аризона лезть в Африку, так, собственно, и не было. Ну, тем более, работорговля работала хорошо. Но, как мы с вами уже проговорили, в первой, третьей, девятнадцатого века, в конце первой, третьей, девятнадцатого века, британцы в своих колониях закрывают работорговлю и больше того, начинают с ней бороться. Они, например, продавили отмену рабства в Бразилии. А бразильцы, кстати, сами этого делать не хотели, но пришлось. И в итоге это привело к тому, ну, это случай произошло попозже, но британцы, так сказать, выкручивали ручки бразильцам и раньше, например, прикрывали фактически работорговлю, ну, подвоз новых рабов. То есть, рабство в Бразилии и на юге США развивалось прежде всего в рамках воспроизводства работоргов, ну, воспроизводства рабов, причем отношение к рабам было совершенно таким, ну, нехорошим, говоря современным языком, да, потребительским и так далее. Достаточно сказать, что статус вот этого самого раба, он был таком, что рабов часто просто скрещивали как животных, например, один раб имел, сейчас, может, найду даже его имя, он имел что-то под три сотни детей, вот, он был здоровенный дядька такой, метра три, и вот он наделал что-то там порядка трехсот детей, то есть, фактически работал как бык-производитель. Кстати, у нас часто говорят про то, что наша система крепостного права, она была абсолютно тождественно рабской, это все-таки не совсем правильно. Почему? Потому что раб законодательно был практически бесправен, ну, то есть, реально бесправен. А вот у крепостного, но если мы не берем эпоху Екатерины Второй, которая достаточно активно занималась этими всеми делами поощрение дворянских, дворянство, уже при Павле было введено ограничение. Три дня только мог помещик припахивать своих крестьян к работе на себя. Понятно, что закон не всегда соблюдался, но у рабов в Америке таких прав не было вообще. Вот, ну и так далее. То есть, там запреты на продажу крепостных без земли довольно долго действовали у нас в России, ну и так далее. Это я не к тому, что очень классно было быть крепостным в российской, так сказать, в российской истории. Нет, не классно от слова совсем. А вот, ну с другой стороны, рабам было похуже. Опять же, мы должны с вами, как деятели и люди, изучающие общественные науки, мы должны в общем с вами верить и понимать, что верить в лучшее, но понимать, что во всем мире всегда были разные формы эксплуатации. Правда, они были не одинаковые. Я тут посмотрел этого товарища, вроде как звали Пантасека. А вот, видите, вот он у нас. А нет, не тот. Ну, в общем, найдется потом не суть. Даже если его история не так известна, тем не менее, использовать рабов как производителей, там, наиболее крупных каких-нибудь, довольно активно использовали. Не о нем речь, но ситуацию вы понимаете. Итак, значит, европейцы проникают все глубже в Африку и так сказать каким-то как сказать по-русски чертой, вот, которая подводит это все под этим какой-то какой-то итог это Берлинская конференция в Африке. вот, значит, драка за Африку есть такой даже термин, 1984-1985 год, это обязательно себе запишите, конец 1984-го, ну, и продлилась она до февраля 1985-го. Вы, мои дорогие друзья, вот, если вам нечего будет праздновать через неделю, можете выпить за начало Берлинской конференции. Берлинская конференция здесь была инициирована, как ни странно, португальцами. Португальцы владели двумя частями Африки, это была нынешняя Ангола и нынешний Мозамбик. И они хотели объединить эти территории в единый массив, ну, может быть, не на всю ширину, что называется, но создать хотя бы какой-то коридор. Надо сказать, что португальцы, конечно, были одним из мощнейших, одной из мощнейших империй колониальных в свое время, но к XIX веку Португалия, конечно, была уже не та, и ее влияние было все меньше и меньше заметно на европейской политике. Кроме, кстати говоря, вот этих двух крупных территорий, португальцы еще контролировали территорию нынешней Гвинеи и Бесау и ряд островов, допустим, острова Зеленого Мыса, они же Кабо-Верде. Вот, но это так, к слову, из крупных владений, которые они как раз хотели соединить на берлинской конференции, это вот Анголы и Мизамазамбик нынешний. А вот, но далее, значит, встал довольно остро история с Конго. Вот, история с Конго, река Конго, это река большая, мощная, и здесь столкнулись достаточно серьезно интересы нескольких стран. Во-первых, это, вот она как течет, во-первых, это были португальцы, которые пытались здесь каким-то образом устаканиться. Сейчас, там карта хорошая. О, вот, вот, Конго, да, бельгийская Конго, а вот тут уже как раз Ангола. Португальцы были несколько южнее, ну и французы тут тоже рядышком были. Вот, видите, голубое, это Франция. Еще приколюха в том, что существовало так называемое свободное государство Конго, или независимое государство Конго. Это было личное владение короля Бельгии Леопольда Второго. Имеете, потом оно становится уже бельгийским Конго, но долгое время товарищ Леопольд считал, что это его личное владение к Бельгии, не имеющее почти никакого отношения. Но только в конце жизни этого монарха произошло изменение статуса и территория стала относиться скорее именно к Бельгии, как к стране. Леопольд, кстати, имейте в виду, это очень и очень нелюбимый в Африке человек. Дело в том, что, вот, можете себе даже каким-то образом эти данные зафиксировать. Я вам просто двух словах скажу. Я в прошлый раз вам, когда мы с вами немножко говорили про дела, там, связанные с Израилем и так далее, я вам говорил и с Идией, может быть, отчасти, я вам говорил про Субхаса, Чандрабоса и так далее. Короче говоря, если так немножко резюмировать, отношение к Гитлеру и отношение к нацизму в Африке и в Азии оно куда менее яркое, чем на территории Европы. И дело не в том, что африканцы или там азиаты в массе как-то сочувствуют старине Адольфу, тут дело другое. Дело в том, что те же африканцы, столкнулись, ну, конголесцы уж точно, столкнулись с геноцидом еще задолго до того, как это в Европе проделывал, опять же, Третий Рейх. Например, сейчас многие и конголеские, ну, и вообще африканские деятели, не обязательно даже из Конга, они говорят, ну, и отчасти даже справедливо, что количество мирного населения, если мы не берем, так сказать, военные жертвы, это все-таки немножко другое, а количество мирного населения, которое изничтожили нацисты, оно, ну, ну, может быть, совпадает с тем количеством, которое угробили, опять же, нехорошие бельгийцы в Африке, и при этом про конголесскую трагедию знает, ну, кто-то знает, и тема, в общем, в Африке педалируется, и в Бельгии ее стараются разгонять, но все-таки она отнюдь не так на слуху, как, допустим, Холокост, из уничтожения цыган, там, расправы над славянами со стороны Третьего Рейха и так далее. Это не к тому, что Третий Рейх был хороший, нет, Третий Рейх был очень плохой, это к тому, что европейская политика в Африке, она имела много черт похожих на нацизм еще задолго до того, как Адольф Гитлер вообще даже появился на свет, ну, или, по крайней мере, так сказать, достиг какого-то осознанного возраста, я чуть не помню, какой у нас год рождения Гитлера, но что там, ну, а Ленину с 1870-й Гитлер сильно помладше, вот, Гитлер с 89-го, 1889-го, вот, и к моменту рождения Адольфа веселые бельгийцы, в кавычках, уже начали творить страшные вещи. Территория огромная, как вы видите, это по большому, ну, такой огромный кусок, ну, практически в центре Африки, но немножко со смещением на юг, в котором бельгийцы, в том числе для добычи всякого сырья растительного, вводили совершенно непомерные способы, нормы, точнее, налогов для местного населения, а учитывая, что местное население, оно в основном было уже земледельческим, конечно, ну, потому что охотников и собирателей бельгийцы бы замучились ловить, охотников и собирателей всегда очень мало, потому что охота и собирательство не может прокормить большое количество населения. Если уж, извините, там были миллионы человек, чтобы вымирать, эти миллионы человек явно занимались уже, ну, большей степени земледелием, отчасти животноводства, но проблема была в том, что животноводства этой земледелия были не самыми прогрессивными, да и вообще, если вас заставляют, там, больше половины времени трудового тратить на сбор какого-нибудь каучука, то, скорее всего, вам придет конец, потому что вы тупо не сможете вырабатывать достаточно продукта для собственного прокорма, что часто и происходило. Помимо этой проблемы, то есть, фактически, ну, сверх, эксплуатации были еще и отрубания рук, которые делались, так сказать, по принципу коллективной ответственности в желании Леопольда и его надсмотрщиков затерроризировать местное население. Все это в совокупности приводило к тому, что отношение к бельгийцам тогда было нехорошим, а уж в более позднюю эпоху, когда в Африке началась массовая ликвидация безграмотности, скажем так, да, и довольно активное появление местной элиты, местного, так сказать, интеллигентского сословия, назовем его так, интеллектуалов, ну, понятно, что это, что называется, стали поднимать на щит и вполне осознанно. Вот, поэтому, повторюсь, на территории Африки, в силу особенно субсахарской Африки, то есть южнее Сахары, зверства европейцев и их очень нехорошее поведение в отношении местного населения часто приводило местное, приводит сейчас, по крайней мере, местное население к тому, к мысли о том, что, наверное, Гитлер, конечно, чудовище, но он чудовище вполне в рамках европейского мейнстрима. Вот, нам это может казаться даже немножко странным, но это так, вот, и, что называется, живите с этим. Идем дальше. Значит, не только Конго страдало, но Конго, может быть, просто самый известный пример, почему? Потому что тут полновластно распоряжался вот этот вот господин Леопольд, да, Леопольд II король, вот, не особенно вообще заботясь о законности и не имея там, каких-то ограничений в виде бельгийских институтов государственных, да, выстраивая вертикаль власти ровно так, как хотелось ему. Вот, на правилах жесточайшей эксплуатации, опять же, но и другие, в других местах дело было не сильно лучше, или, ну, или, так сказать, сопоставимо, или, может быть, несколько лучше, но все равно не так, чтобы все цвело и пахло. Особая история сложилась в Южной Африке, но с Южной Африкой у меня есть отдельная лекция, по-моему, ее вам за этот самый, за какой-то из семинаров, по крайней мере, одной или двум группам давал. Давал я про апартеид лекцию, давал в записи. Да, кажется, давали, там еще разная информация, у него была апартеид, да, я так и помню, там одна про Юго-Восточную Азию, другая про апартеид. Ну и хорошо, значит, про это я отдельно говорить не буду, я поговорю про другое не менее интересное. Кстати, апартеид в ЮАР, скажу лишь, что смог достукаться до того, что даже в обстановке крайней конфронтации, как вы знаете, известной нам как Холодная война, конфронтации между социалистической и капиталистической системами, ЮАР, руководство ЮАР достукалось до того, что их обличали и в Вашингтоне, и в Москве. Вот, и знаменитый фильм с Мэлом Гибсоном «Смертельное оружие», кто смотрел, тот смотрел, по-моему, первое, то ли в первом, то ли во втором, они как раз борются с плохими дядьками из ЮАР. Или нет, или во втором. Короче, и то ли в первом, то ли во втором, вот эти два чудных парня, Дэнни Гловер и Мэл Гибсон, борются с проклятыми ЮАРовцами, которые там представлены как конченые мракобесы, но оно, по сути дела, так было, причем с разных позиций. с одной стороны, проблема была в том, что ЮАР было государством, в котором существовали картели, ну, а как вы знаете, картель для капиталистических законодательств, ну, и тогда, и сейчас, это обычно нечто незаконное, а там они существовали вполне на законном основании. Другая проблема, это, конечно, вот это вот ущемление фактическое чернокожего населения, которое в Америке там 70-х годов и позже воспринималось уже как что-то очень и очень плохое. Вот, ну, а в советской власти подавно таких историй не поддерживало. Значит, вот наша берлинская конференция, поговорили мы с вами в двух словах про про Конго. Вот, значит, поскольку у нас идет капитализм, да, вторая половина 19-го века, последняя четверть, даже можно сказать, везде идет индустриализация активная в Германии и в Российской империи, продолжается она в сторонах старой Европы, естественно, вводится так называемый принцип эффективной оккупации, ну, или принцип эффективного управления. Вот, дело в том, что европейские державы говорят, что нужно не просто, так сказать, сидеть на этом, на этой территории, да, надо заниматься добычей колониях полезных ископаемых, ну, отчасти сырья растительного того же каучука и пускать их на производство, вот, и отправлять это все дело, ну, она тут где-то была, вот, и отправлять это на, опять же, мировой рынок, который тогда активно функционирует. Ну, и, как видите, много народу было на этой самой конференции, даже те страны, у которых формально не было в тот момент колоний, ну, и фактически на территории Африки это была, допустим, Российская империя, у нас как-то с африканскими колониями не заладилось, вот, может, оно и к лучшему, вот, у австро-венгров не было колоний, вот, но, ну, датчан, понятно, остальные испанцы, например, продолжали контролировать, помимо Западной Сахары, которую мы с вами в двух словах в прошлый раз оговаривали, там еще была Сеута, но Сеута, в принципе, сейчас есть, она никуда не делась, складывается немножко странная ситуация, Гибралтар кто контролирует, друзья мои? Великобритания, по-моему. Правильно, молодец, Великобритания, а, вот, то есть, Гибралтар под контролем Великобритании, а территория напротив Великобритании, напротив британского, точнее, этого, Гибралтара, контролируется испанцами. Сеута, так называемая испанская Сеута, вот, она расположена прямо напротив Гибралтара. Вот, такая вот странная ситуация, когда Гибралтар, который вроде к Испании ближе, Испании не принадлежит, а Сеута, которая напротив, таки принадлежит. Ныне территория Сеуты сильно скукожилась, вот, и значительную часть прилегающих территорий в 56-м году передали Марокко, но в таком ужатом виде, то есть, Сеута сейчас контролируется не вот в таком объеме, да, как здесь, а в небольшом совсем. Но, тем не менее, стратегический пункт этот испанцы держат под своим контролем. Вот, значит, теперь становится понят... Так, зря я закрыл. Зря я закрыл. В общем, наши замечательные европейцы начинают это дело пытаться попилить. Ну, теперь еще немножко про то, что, кто контролировал. Итальянцы пытались тоже построить свою империю и поначалу, ну, к второй половине девятнадцатого века контролировали, как видите, территорию южной части Сомали, север Сомали был под британцами, Сомали-Лэнд нынешний, и также Эритрею. Они пытались занять Эфиопию, но про это я два слова скажу. Ну, и впрочем, можно и сейчас сказать. Первая итало-эфиопская война закончилась победой эфиопов над итальянцами. Битва при Адуа такая стала важнейшим эпизодом африканской истории. Итальянцы имели, конечно, меньше сил, но технически они, конечно, превосходить должны были, ну, и превосходили армию эфиопов. Правда, у эфиопов тоже были друзья, в том числе офицеры из России матушки и из Франции, которые довольно сильно сочувствовали эфиопскому народу, вот, а итальянцам не сочувствовали. Британцы, в свою очередь, поддерживали итальянцев, но, впрочем, не так, чтобы очень активно. Кстати, по числу потерь вы видите, что оно вполне сопоставимо, при том, что итальянцев было гораздо меньше. Вот. Ключевым событием здесь можно назвать битву при Адуа, вот, или сражение при Адуа, когда наши чудные эфиопы 1 марта 1896 года не без труда, но расколотили армию итальянцев, и на этом итальянцам пришлось временно отказаться от захвата Эфиопии. Он произойдет уже только перед Первой мировой войной. Ой, Второй мировой, конечно. Второй мировой войной. Есть книжка такая, по-моему, она называется так. Книжка, книжка, книжка. Или в армии мини-лиг. А, с выисками, вот. Кто интересуется, друзья мои, почитайте, есть хорошая книжка, ну, тут просто сайт, это, так сказать, не пропаганда православия, хотите верьте, хотите нет, а вот книжку я бы вам советовал прочитать. Булатович с выисками мини-лига второго. У меня она была и она, она, наверное, а, ну, кстати, да, вот она, я так понимаю, она здесь и выложена. Вот, можете найти по ссылке. Ну, или просто, как видите, загуглив, это довольно легко, даже при том, что я немножко ошибся в названии. Прочитайте историю про то, как вот этот вот Булатович, который потом станет монахом, ну, к моменту своего похода, он был отнюдь не монах, он был гусар, вот он как раз активно с войсками этого самого императора Эфиопии Менелика там был в Африке и тоже землепроходством прославился. История, конечно, интересная, вот, но напрямую, повторюсь, Россия в Африке колониальными делами не занималась, ну, отчасти просто от того, что не до того было, вот, и территория и так большая, и, в общем, смысла в этом большого не было. Что касается Германии, то она до Первой мировой владела несколькими территориями, это нынешняя Намибия, в том числе это Танганьика, ну, нынешняя Танзания, вот, немцы потеряли свои владения, в ходе Первой мировой. Хотя, кстати, имейте в виду, мои дорогие друзья, немецкий тут кто учит? Кто тут учит немецкий? Учим, очень немецкий. Вот, смотрите, имейте в виду, что в ходе Первой мировой Африканский фронт, именно вот этот вот южно, не южно-африканский фронт в Африке южнее Сахары, вот так вот будет правильнее сказать, он был для немцев практически беспроигрышным. Немцы очень неплохо воевали там, но в силу того, что в Европе, как вы понимаете, все пошло прахом, пришлось это дело оставить в итоге. И к моменту прихода к власти товарища Гитлера, сегодня уже поминавшегося, удалось, так сказать, вот эти все территории, они были достаточно, ну, то есть, достаточно давно уже отторгнуты от Германии, вот, как видите, восточно-африканская кампания Первой мировой войны, кому интересно, можете про нее прочитать, целый ряд деятелей, допустим, такой Летто Форбек был, который как раз активно, имея очень немного сил, 3000 немцев и около 10 тысяч Аскари, Аскари это, собственно, местное, местное мобилизованное население, такого смешанного происхождения, ну, местное в основном, тем не менее, немцы оказались, будучи в меньшинстве, более, более действительны и более эффективны, чем их оппоненты и зонтанты. Другой вопрос, что, понятное дело, что там, где бегало, там, порядка 20 тысяч немцев и их союзников, и против них, там, даже пара сотен тысяч, ну, не единовременно, их противников, ну, в том числе, там, португальцев, понятно, что это, ну, немножко была такая история периферийная относительно какого-нибудь битвы под Верденом, потому что, кто не помнит, ну, и вообще, для понимания исторической ситуации сейчас, да, когда у нас вроде весь мир пылает и воюет, ай-яй-яй-яй-яй-яй, он, конечно, пылает и воюет, но в 16-м году, например, ну, это, опять же, реверанс небольшой, отучуяло, все Африками, да, Азиями мучают, в 16-м году, 1916, имеется в виду, было, с одной стороны, параллельно, ну, не параллельно, но практически, в один год шло, значит, шла верденская мясорубка, так называемая, которая, как известно, также, как верденское сражение, битва при Вердене, и как кому больше нравится, в ходе которого угробили и серьезно покалечили около 700 тысяч человек, кроме этого, была, у нас был брусиловский прорыв, который тоже был сопряжен с довольно серьезными потерями, тут, правда, больше потери были австро-венгерские, но, тем не менее, австро-венгры, ну, тут, у немцы, понятно, что с австроицами много пленными потеряли, вот, но тоже суммарные потери, наверное, там, на полмиллиона-то вытянут, без проблем, если с российской армией это все считать. И, наконец, еще какая-нибудь битва при Сомми, по-моему, то в 16-м была, если мне память не изменяет, не изменяет, вот, битва при Сомми, которая тоже, опять же, ну, отправила на тот свет тоже, так сказать, порядка полумиллиона человек, вот, ну, имеется в виду убитыми и ранеными, но ранение, когда тебя оторвало там пол ноги, это уже такое серьезное ранение, которое человек, особенно при уровне, так сказать, тогдашней медицины, когда никаких там бионических протезов, даже в теории не было, ну, все это, понятно, очень грустно, вот, поэтому немцы владели некоторыми территориями в Африке, видите, но после Первой мировой им их пришлось оставить, кстати говоря, Адольф Гитлер не считал, что их нужно особо возвращать, то есть, наверное, в случае победы он бы их как-то назад затребовал, но его политика и практика, она как-то все больше была на колонизацию земель в Европе, он больше отталкивался от, так сказать, каких-то там историй про германских князей, которые двигались на восток, вот, колонизируя и там, симилируя и истребляя палапских славян, ну и так далее, вот, так что с Африкой у немцев опыт был, вот, но он все-таки был постепенно сведен на нет как раз войной этой самой войной Первой мировой, вот, ну и у нас осталось не так много времени, поговорим с вами про борьбу против колониализма, но сразу скажу, что в большей части Африки произошло, произошло освобождение более или менее добровольно со стороны митрополии. Тут, конечно, нужно отговориться, дело в том, что есть такое понятие, как год Африки. Это 1960 год. Почему? Ну, потому что к этому времени в значительной степени страны получают свою независимость. Некоторые получили даже до этого, некоторые немножко после, но в целом 1960 год был, так сказать, очень показательным. Он, вот этот вот весь тренд, наметившийся после Второй мировой, на распад крупных колониальных империй, он его, что называется, реализовал. Вот. Тем более, здесь все больше, как видите, крупные страны, такие как Бельгийская Конга, про которую мы уже с вами говорили, вот, или мы с вами говорили про Мадагаскар, это крупный, ну, мы про него не сильно говорили, но он есть, да, он есть, и он большой. Вот. Ну, и так далее. Как вы видите, были попытки создания каких-то единых государств, из которых, правда, не все вышло, потому что вот эта подопечная территория Сомали, которая, Южная Сомали, я вам показывал, да, и Сомалиленд, которая британская, они из них попытались создать Единое Сомали, но ничего особо не получилось, и сейчас Сомалиленд существует фактически самостоятельно. Ну, увидите, да, в общем, некоторые из государства поменяли свои названия, допустим, Верхняя Вольта стала Буркина-Фасо, но теперь, международники, вам немножко момент истины, чей флаг Верхняя Вольта, ну, что называется, даже не особо творчески переосмыслив себе, взяла в качестве флага. Ну, Минишний флаг другой, а вот Верхняя Вольта, чей это флаг? Германский, по-моему. Правильно, это флаг Германской империи. Вот, да, это он, вы правы, вы правы. Больше всего и дольше всего, и как вы видите, здесь в качестве метрополии нет одной страны важной, которая есть у нас здесь. Какая это страна? Ну, при том, что Германии уже колоний не было. Кто? Португалия. Вы правы на 200%. Крепче всего вцепилась в свою колониальную империю Португалия. Португальцы имели довольно специфический политический строй. Дело в том, что там сложилось такое явление, как салазаризм. он читал Гарри Поттера? У Гарри Поттера читали? Да, да. Вот. Дело в том, что Джоан Роулинг, она в Узе, по-моему, ну, короче говоря, она довольно много интересовалась Португалией, и самый, так сказать, одиозный из основателей Хогвартса Салазар Слизеринд, он назван в честь не Абыкова, а в честь Антонио де Оливейра Салазара, который построил в Португалии так называемое Эстадо Нуэво, новое государство, которое, в свою очередь, существовало около 40 лет. Салазар не все это время был руководителем, но де юре, но де факто таки был. Вот. Эстадо Нуэво его немножко пережило, вот, после его смерти, но очень не сильно. Потом произошла революция и все. Так вот, Эстадо Нуэво пыталось всеми силами, ручками, ножками удерживать свои колонии. Здесь, вы видите, годы, до каких удалось это все удерживать. Как видите, территории разные, и видите здесь, значит, португальские владения в Индии. Вот. Они были, ну, особенно, самая известная бывшая португальская владения. В Индии это, ну, и по совместительству один из главнейших курортов в Индии это, это, брюки превращаются в Шри-Ланку. в Шри-Ланке. Шри-Ланка это отдельная страна, не очень. Шри-Ланка. Гоа. Гоа, правильно. Так вот, бывшая португальская колония это Гоа. Как видите, Гоа потеряли, вот оно, здесь вот находится, Гоа была потеряна раньше, чем та же самая, ну, наиболее крупные куски, а именно Ангола и Мозамбик. Дело в том, что Гоа было присоединено к Индии, я уже, может быть, говорил, я про Гоа вам рассказывал, нет? Про присоединение Гоа. Видимо, нет. Ну, короче говоря, Гоа было присоединено, так похоже, на систему Крым-Наш. Дело в том, что пока португальцы пытались отстоять свои, ну, в основном война шла на вот этих крупных территориях, вот, ну, отчасти там в Гвинеи и Бесау, на островах меньше, а индийцы решили, что на Гоа живет вполне братский народ, индийский, вот, и надо как-то это дело исправлять. И они это дело и исправили. И, примерно, повторюсь, похоже немножко на крымский сценарий, 17 декабря 61-го года Индия возвратила, аннексировала, уж кому как больше нравится, это не суть важна, себе Гоа, вот, пользуясь тем, что португальцы никоим образом это дело реализовать, ну, остановить, наоборот, не могли. В ходе боев даже были небольшие потери, но, в целом, практически без потерь, индийцы присоединили себе Гоа, и по этому поводу была большая радость. Признание, кстати, наступило уже заметно позже. Вот, ну, основная война это, конечно, Ангола и Мозамбик. Кроме этого, еще от Анголы, сейчас в состав республики Анголы, входит Кабинда, в тот момент она была фактически отдельной. Кабинда это такой небольшой анклав, который не соприкасается напрямую с территории Анголы, хотя по морю тут совсем недалеко. Вот, он был тоже португальской колонией, но на особицу несколько, вот, португальская Конга именовалась территория, но потом вошла в состав Анголы, хотя определенный сепаратизм в Кабинде есть, тем более, что Кабинда довольно богата полезными ископаемыми, и поэтому, как всегда, это еще больше подогревает интерес к тому, чтобы построить там что-то свое. Вот, я начал на 5, у вас, вы же по домам сидите сейчас, или в универе? Кто? 24-е дома. А, ну я вас еще 5 минут помучаю, ну или да 3, поскольку мы на 5 минут раньше начали, у вас же следующая большая перемена? Да. Короче, в 2.03 закончу, 5 минут мне еще надо, как минимум просто. Вот, значит, Кабинда была отдельно, но потом стала территорией вот этого вот, ну вы поняли, ангольского государства. Советский Союз, кстати, довольно активно участвовал в борьбе Анголы за независимость, значит, Ангола у нас борется за независимость против проклятых португальцев, кстати, в Анголе активно португальцев поддерживала Южная Африка, та самая ненавистная, про которую я говорил, которая контролировала в свою очередь Намибию нынешнюю, и граница у них была достаточно обширная. Вот, война за независимость Анголы и Мозамбика была достаточно серьезным испытанием, которое 14 лет длилось. В этой войне, надо сказать, были довольно разные силы, и помимо МПЛА, которое Народного движения за освобождение Анголы, которое поддерживалось Советским Союзом, были еще организации типа УНИТА, таких довольно специфические ФНЛА, но это такая была более правая организация национального освобождения ФЛЕК, ну и некоторые другие. Кстати, интересно, что разные страны из этого списка поддерживали разные иной раз группы. Допустим, Китай в большей степени поддерживал УНИТУ, и после обретения независимости особенно МПЛА и УНИТА вступили в довольно серьезную вражду между собой, которая еще подогревалась тем, что разные этнические группы в составе Анголы, а как вы видите, государства, которые образовывались в ходе распада колониальных империй, они по определению были многонациональными, потому что образовывались не из-за того, что это какой-то народ образовал какое-то государство, образовывались ляжи, а не потому, что вот такой кусок освободился, и народы, которые там жили, оказывались в ситуации необходимости построения чего-то своего. И ситуация была непростая, но тем не менее удалось ее каким-то образом разрулить, хотя бы гражданская война там не идет. Война за независимость Мозамбика началась немножко попозже, но тем не менее длилась тоже больше десяти лет. Здесь все было как-то более едино. Фронт освобождения Мозамбика Фрилибо противодействовал Португалии, который в свою очередь поддерживал ряд стран, но и у Фрилибо тоже были друзья. Другой момент, более локальные боевые действия шли до территории этого самого Гвидея Бесау. Вот это потом у нас будет доклад, про это поговорим. Но грянула революция в Португалии, которую подняли молодые офицеры. Они свергли революция Гвоздик так называемая, а нет, себе запишите. Ну и вообще писать рекомендуется и всякие даты, цифры, которые я говорю вне, ну и мои какие-то суждения конспектировать, вне того, что я об этом даже заявляю. Так вот, государство Португалии в тот момент управлялось Каэтану, Марселю, Марселу Каэтану, который был в свою очередь преемником того самого Салазара. Вот, Каэтану был свергнут, он поживет некоторое время, но в общем премьер-министром он еще был при Салазаре, но вот правил дольше. И вот это новое руководство, революция Гвоздик, такой военный переворот, редкий случай, когда военный переворот не захочется каким-то таким неофашистским руководством, как в Латинской Америке. Напротив, молодые офицеры провозгласили такой евросоциализм, и в итоге все стало хорошо. Они-то свергли старую власть и в нужный момент отошли в сторонку. Вот как раз новое государство часто как португальский фашизм и характеризуется. Ну, фашизм не в смысле там нацизм, да, именно такой фашизм муссолиниевского отчасти или франкистского толка. После этого Португалия начала выходить из своих вот этих конфликтов, потому что она их откровенно не вывозила. Кстати говоря, свое нежелание предоставлять колониям независимость, португальское новое государство объясняло тем, что оно, дескать, включило эти территории в состав самой Португалии. Это никакие не колонии, это просто регионы. Но это был, конечно, обман, потому что фактически избирательные права, например, были предоставлены очень сильно меньшинству в этих всех регионах, поэтому, в общем, международная поддержка была зачастую, особенно даже на Западе, среди интеллектуалов, на стороне вот этих борющихся, часто социалистических, но не обязательно групп, борющихся за независимость. Все, друзья мои, я на этом завершаю. Вопросы, если таковые имеются.